Лер, ты готова? Почти, проходите. Доброе утро, Лерочка. Доброе утро, могут дожены. Лер, ты дай побыстрее. Сама знаешь, сейчас кругом пробки. Пап, успокойся, доволен ты еще целых пять часов. Ну, до аэропорта тоже знаешь, путь не близкий. Пап, хоть мне торопить, вот если я что-нибудь забуду, Так, это взяла, куртку взяла. Лер, даже если что-нибудь забудешь, мы тебе потом вышлем. Кстати, а где родственнички? Все еще спят? Свалили. Как свалили? По-тихому, я еще спала, ничего не слышала. Проснулась, ни их, ни их шмоток, ничего нет. Странно. Более чем. А как же с квартирой? Я ведь им вчера на свадьбе все, что нам подарили, все деньги отдал. Ты что, заплатил им их долю? Ну, да. И Люба должна была сегодня у нотариуса оформить отказ от имущественных прав. Нет, ну не может быть, чтобы они просто так взяли и исчезли. Ну, в таких случаях, как минимум, записку оставляют. Ладно. Пойду на кухню посмотрю. Лерочка, тебе помочь? Да. Девчонки, вы только посмотрите, а. Когда только успела. А что это? Отказ от наследства. Ну, круто. Больше родственнички не будут претендовать на нашу жилплощадь. Да? Зря мы одна, как они так плохо думали. Люба в итоге оказалась порядочным человеком. Ну, знаешь, Андрюш, в таких делах лучше ошибиться в человеке, а потом понять, что он на самом деле порядочный. Чем наоборот? Ведь мы не ангелы, живем мы на земле. С дождем растаяли, как слезы на стекле. Наши крылья растворились, улетят на небеса. И, наверное, забыли, что не верим в чудеса. По небу плыли мы, не ведомо куда. И растворились мы, наверное, в облаках. Ночью крылья, словно птицы, улетят на небеса. Нам, наверное, что-то снится. Хоть я не ангел, Но я хочу быть с тобой. И ты тоже не ангел, Но все равно будешь мой. Но я не знаю, сколько буду в пути. Я обещаю, обещаю найти. Я обещаю, обещаю найти. Я найду тебя. Аня, я сегодня буду поздно. Работы много, а время поджимает. Проект надо сдавать. Придется поднапрячься. А что ты передо мной-то отчитываешься? Ты маме скажи. Ну ладно. Не теряй меня, если что, звони. Ну вот отчего ты молчала? А что я должна была сказать? Ну зачем тогда ты его вышла провожать? Я надеялась, что он передо мной извинится. А папа, наверное, надеялся наоборот. Интересно, за что я должна была перед ним извиняться? За то, что ты на работу съездила. Хотела привезти его флешку с расчетами документации. Ты же прекрасно знаешь, чего он хочет. Ну просто не общайся с Геной, вот и все. Да? А с кем мне еще не нужно общаться? Да он меня своей ревностью с ума свел. Он тебя просто любит. Когда любит, бойкотов не устраивает. И вообще. Вот не хочет со мной разговаривать, и не нужно, и я с ним тоже не буду разговаривать. Вы же взрослые люди. А ведете себя, как смотреть на вас противно. Все, пока. Спасибо за радостное утро в теплом семейном кругу. Рик. А, режиссер объявился. Да, алло. Да, слушаю. Ну, конечно, помню. Да, практически все уже готово. Осталось только аранжировать. Угу. Думаю, успеем. Угу. Наташ! Режиссер срочно требует музыку к фильму. Да? Да. Говорит, что сегодня последний день съемок, и завтра уже отдают в монтаж. Ну, Лерку отправим сейчас. И приду, и делаем. Здрасте. А уроки? Мам, ну, один день пропущен. Че ты? Во, а ты мне записку напишешь. Ну, что я заболела там. Прогульщица. Боря, это не педагогично. Отрывать ребенка от школы. Не бухти, мать. Мы не ради баловства, правда? Дело серьезное. Так, давай, что у тебя, и я подумаю, что и как. Вот тут вот основная тема. А дальше идут, ну, тоже там, всякие набросочки. Справишься? Попробую. Кто бы мог подумать, что у Милославского такая мама веселая. А что тут удивительного? Ну, не знаю, сам он такой скромный. Да, зато мама у него настоящий профи. Надо будет ее пригласить, когда у нас кто-нибудь банкет закажет. Точно, Вов. И еще надо попросить ее, чтобы она порекомендовала наше кафе кому-нибудь из своих клиентов. Можно будет ей процент назначить. Точно. Ой, если бы у нас каждый день было столько посетителей, мы бы через месяц второе кафе купили. Да, дочь? Лиз, ну тебя. Свадьбы-то не каждый день бывают. А я верю, что после вчерашнего вечера к нам народ потянется. Вот только есть одна проблема небольшая. Какая? Музыки-то у нас теперь нет. Лерка же уезжает. А-а-а. Ну, подожди. Можно же ей замену найти? Наверное, можно, но мы с девчонками еще не думали об этом. Ну, вот и подумать. Не сидеть же вам без ударника, если она уезжает. Сначала ее проводить надо. А то как-то некрасиво получится, если она еще будет здесь, а мы будем ей замену искать. Ну, да. Ты чего вздыхаешь? Болит что? Ай, душа у меня болит. Я аж испугалась сердца опять. Эх, Ленка, Ленка. Отбегался твой Петр Никонович. Отфантазировался старый фантаст. Видимо, жизнь моя заканчивается. Ой, да брось ты. Жизнь бы твоя кончилась, если бы ты на этой крысе женился бы. Лен, если даже человек тебе глубоко не симпатичен, это еще не повод его осуждать. А я никого не осуждаю. Я просто считаю, что нужно радоваться всему в этой жизни. Например, тому, что ты не повелся на ее заманухе. Лена. Кстати, дед, забыл тебе сказать. Сегодня последний день съемок вашего фильма. Да что ты говоришь? А что так быстро-то? Наверное, не очень старались. Ну, почему же? Сейчас все быстро снимают. Ага. Поэтому такая галиматья по телевидению. Хорошее кино за месяц не снимешь. А ты откуда знаешь, что последний день-то? Степнов заходил. И что? Ну, ничего. Пригласил на фуршет. Сходи, дед, не кисни, а? А кому я там нужен-то? Как это кому? Ты же автор, ты всем нужен. Что ты на себе крест ставишь, дед? А что, можешь действительно сходить, развеяться. Вот-вот. Алло, Ириш, привет. Слушай, не могла бы ты ко мне заскочить? Да, не вопрос. А ты почему не в школе? Я тебя здесь жду. Да тут, знаешь, такая ситуация. По телефону не расскажешь, что ты видишь нас. А что-то случилось? Да ничего страшного. Но имею в виду, я Савченко сказал, что заболел. Так что, не пугайся. Хорошо, не буду. Тогда я после урока заскочу. Договорились. Жду. Девчонки, я хотела вам сказать. В общем, это заслуга всей нашей группы, что я в Англию еду. Если бы не вы... Ладно, Лера, не оправдывайся. Нет, правда, я очень вам благодарна. Спасибо вам большое. Если можете, то простите, что я использую этот шанс одна. Да и вот не парюсь. Вот именно. Так главное, учись хорошо. Чтобы не вылететь. Постараюсь. И вы мне пообещайте, что группа не распадется. Как же мы без барабанщиц-то? Ну, найдете кого-нибудь, что барабанщиц сложно найти. Легко сказать. Но группа Ронетки все равно должна существовать и без меня. Тише! Звонок уже был. Что-то, по-моему, сегодня многих нет. Ну да, Ронетки пошли в аэропорт, Леру провожать. Она что, сегодня улетает? Ну, раз поехали провожать, наверное, улетает. А ты откуда знаешь? Сорока на хвосте принесла. Ирина Ронетовна, отпустите меня с урока, пожалуйста. Мне очень нужно. Ну, хорошо, иди. Но только к следующему уроку напишешь и реферат по сегодняшней теме. Хорошо. Спасибо. Ну что, я ничего не забыла? Эту сумку брать? Брать, только одна не поднимай. Она очень тяжелая. Ну что, понесли? Ленка, мы теперь, наверное, лет через сто только увидимся. И я хотела тебе сказать, мне кажется, что Степнов, в общем, зря ты с ними рассталась, Лен. Честно, мне кажется, что вы должны быть вместе. Думаешь? Ну, конечно, на вас посмотришь, вы прям созданы друг для друга. Клево. И как ты себе это представляешь, Лер? Я типа к нему подваливаю и говорю, Виктор Михайлович, мы созданы друг для друга, да? Ну, не знаю. На месте сориентируешься. На каком месте? Я на площадку не пойду. Домой к нему тоже бред какой-то. Кстати, Лен, мы сегодня с папой идем музыку отдавать, а там последний съемочный день. Я в сне. Видишь, как все удачно складывается? Скажи, что это судьба. Знаешь, Гена, я вот тут подумал. Да. Ирине я дал отпуск, а тебе нет. Это несправедливо. А, ты мне хочешь дать отгул? Нет, я хочу сказать, что ты можешь быть свободен до конца проекта. Вы с Риной очень много поработали, даже сверхурочно. И оба заслужили отдых. До конца проекта? Да, да, я справлюсь сам. Вот так, да? Зарплату ты будешь получать полностью, в деньгах не потеряешь. Все понятно? Я рад, что ты меня правильно понял. Наверное, я для тебя слишком сильный и раздражающий фактор. Гена, ты для меня не фактор, а просто сотрудник, которому следует дать отдохнуть. Ну что же, если тебе от этого станет легче... Конечно. Пожалуйста, пожалуйста. Ну что, девчонки, мне пора. Ну, не огорчайся ты так, не навсегда же уезжаешь. Кто знает? А вдруг она там замуж умеет? За какого-нибудь лорда. Ну, еще скажите, за принца Уэльского. В жизни всякое бывает. Ну, все, все, иду уже, девчонки. Ну ладно, мне пора. Ну-ка. Счастливо. Пока. Зря мы. Мы не обижались. Да зря, конечно. Она же не виновата, что выбрали именно ее. Но сейчас-то, девчонки, нам не нужно искать нового ударника. Пойдем. Пойдемте. Представляешь, Стас, как узнал, что Вера уезжает, сразу же пошел ее провожать. Ну, не радуйся. Она же уезжает. Это понятно. Но он все-таки к ней что-то испытывает. Поиспытывает и перестанет. Слушай, лучше, какая у меня идея есть. Новикова уехала, а это значит, что Ранетка в конец. Как это? Ну, они же не могут без ударных играть. Ну, и что? Ну, как что? Ты хорошо поешь. В школе есть инструменты. Мы можем создать свою группу. И Бронеток все забыл. Группу из двух человек? Почему из двух? Объявим конкурс в школе. Что, мы не сможем группу создать? Кстати, можем подтянуть буцулы и Стаса. Я же со Стасом ссори. Ой, Делова, ты помиришься. Теперь, когда Новикова уехала, все гораздо проще. Как только доберешься, сразу же позвони. Я буду ждать. Мы будем ждать. Ну, да. Мы будем ждать. Не волнуйтесь, все будет хорошо. Еще раз спасибо вам. Я обязательно позвоню, не переживайте. О, похоже, это к тебе, скалолаз. Похоже. Ну, и что ты стоишь? Иди, попрощайся. Я сейчас. Хорошо, хоть с квартирой успели проблему решить. Я вчера с нашей родственницей рассчитался. Как рассчитался? Нам же деньги на свадьбу понадобили. Ну, вот я за их долю деньги отдал. И что, она их взяла? Ну, конечно. Ты смотри, совсем людей совести нет. Ну, я же тебе говорила, нужно было предупредить. А что такое? Просто я тоже отдал ей деньги. Вы? Зачем? Решил на свадьбе подарок сделать. Она даже документы показала, что отказывается от своих прав на квартиру. Так что же, выходит, она у всех деньги собрала и уехала. Выходит, что так. Ну, что, Андрей, зря мы про нее плохо подумали. Да, действительно. Мы ее еще пожалели, бедная родственница. Ничего себе, бедная, оттяпала двойную сумму и свильнула. Привет, Аня. Привет. Ну что, попрощалась с Леркой? Угу. Расстроилась? Да я и до этого расстроенная была. Кто же тебе так настроение улучшил? Да родители с самого утра грызутся, у меня уже зла на них не хватает. Степ, ну скажи, когда это кончится? Ну, ты знаешь, это даже прикольно. Что ж тут прикольного? Ну, как что прикольного? То, что два родителя, а так бы, была бы у тебя одна мать, на тебя все зло срывало. А так хоть на отца орет. Слушай, Степ, я давно хотела спросить, а папа твой где? Э, я понятия не имею. И что же, никуда не было интересно, где он? Ну, почему же? Было интересно, только мать мне о нем никогда не рассказывала, а когда у нее спрашиваешь, все время разговор на другую тему переводит. Странно. Да чего уж тут странного-то. Наверняка, мой папаша не герой России, а то бы она не темнела. Ладно, пойдем, скоро звонок. Присаживайтесь, ребята, присаживайтесь. Присаживайтесь, поживей. Ну что, Николай Павлович, как вчера на свадьбе погуляли? Голова не болит? Гуцулов, ты о моей голове не беспокойся, с ней все в порядке, она на месте. А ты лучше побеспокойся о домашнем задании, которое я сейчас, кстати, буду проверять. Да-да, Николай Павлович, извините за опоздание, мы Леру Новику в Англию провожали. Я знаю, Лена, да-да. Проходи, садись. Как же вы теперь без барабанщика-то, а? Ну, найдем кого-нибудь. Да. Скажите, а никто в классе не умеет барабанить, ну, играть на барабане, а? Я вижу, что никто. Раньше все умели играть на барабане, в горм тут дети. Жалко, что эти времена прошли. Правда, меня жалко. Николай Павлович, ну, раз вы умеете и на барабане играть, и на горне дудеть, может, вы Леру замените тогда? Гуцулов, давай я буду на своем месте барабанить, а ты вот займи-ка место отвечающего у доски. Гуцулов! Ну и долго ты собираешься молчать? Я на регистрацию опоздаю. я просто хотел сказать, мне очень жаль, что ты летаешь и что мы так в ходу разки поссорились. Мне кажется, что ты наоборот очень рад. Ведь теперь тебе ничто не помешает встречаться с Лебедевым. Лера, перестань, тебе все объяснил. Я не хочу ничего слышать. Мне Надя сказала, что ты уже давно запал на Лебедева. Надя? Нашла, кому верить. Ну, предположим, что она мне наврала. Тогда чего ты к Лебедевой так прилип? Да тебя позлить. Ты же в Англию приглашение поняла, мне ничего вообще не сообщила. Поставила тупо перед фактом. Я смотрю правильно, что я у тебя ничего не спросила. Чувствовала, что ты на такое способен. Да на какое? Когда люди делают что-то на зло, они делают гадость. Если ты тогда уже ко мне так относился, тебя и спрашивать ни о чем не надо было. В общем, Стас, зря ты приехал. Между нами все кончено. У меня будет новая жизнь в новой стране. Тебя я постараюсь забыть как можно скорее. Ты гуляй со своей Лебедевой, сколько влезет. А ты не указывай, мне с кем гулять. Дура. Сам дура. Ты ввали свою Англию, истеричка. Удачная карьера. Добрый день. Здравствуйте, Людмила Федоровна. А вы почему здесь? А где же мне быть в учебное время? Я думала, что вы пойдете провожать Октябрину. Ну, с ним и вчера попрощались. А с Шинским? И с Шинским тоже. Но откровенно говоря, я просто не знаю, как с ним себя держать. Может быть, вы просто не хотите с ним расставаться? К моему удивлению, я вообще его не поняла, к чему были вот эти все знаки внимания. Подарки, ухаживание, ресторан. Когда он все равно собирался уезжать. Может быть, это была вежливость с его стороны? А может, дань прошлому? Может быть. Я-то вообразила себе, бог есть что. Ну, ладно, уехал, так уехал. И надо забыть это все поскорее, как страшный сон. Жизнь продолжается со всеми ее делами, заботами. Хорошо, Людмила Федоровна, так держать. Вот интересно, что там у нас сегодня по гороскопу? Приятная неожиданность. Это что, они все двойки, что ли, ни одной не получат? Приятная. А где Стас? Ушел. Как ушел? Вы что, поссорились? Папа, мы с ним расстались уже давно. Он же приехал тебя провожать. Ну, ну что? Значит, ты ему не безразлична? Безразлична. Он приехал, чтобы совесть свою успокоить. нам не обказалось. Мы расстроились. Папа, ну хватит. Ну что, наш лес объявили, пора прощаться. Ну ладно, доченька, будьте умницей. Верочка, обязательно позвоню? Обязательно позвоню. Давайте, давайте. может быть, не могло, может быть, не вместе, может быть, забуду и уйду навсегда. Доктория Дмитриевна. А, да. А я хотела спросить, а как Степка? Не будет больше? Ты знаешь, с днём рождения, как подменил. Ну хорошо, что всё нормально. Он бывает, конечно, иногда резким, но в принципе, он хороший. Ты действительно так думаешь? Конечно. Ой, Анюта, я не перестаю благодарить тебя. Если бы не ты… Ой, да вы что? Моя заслуга минимальная. Если бы он не хотел, он бы не изменился. Ты знаешь, мы начали с уважением друг к другу относиться. Я ж тоже не сахар. Характер расчётный. А Степка, он в меня. Такой же взбалм, что прям в маякок. И всё. Надо же, а внешне вы совсем разные. Да, внешне он больше пошёл в отца. Интересно было бы с его папой встретиться. И разрешите мне ещё раз поздравить вас с окончанием съёмок. Ура! Добрый день. А вот автор сценариев. Пётр Никонорович, прошу к столу. Предлагаю тост с автором. Ура! Пётр Никонорович, а вы чего один? Где ваша подружка? Нет у меня больше подружки Витя. Что-то случилось? Да случилась безответная любовь. Вот что. Пётр Никонорович, может, вы слишком драматизируете? К сожалению, нет. Просто ведь я, старый дурак, забыл, как за женщинами ухаживать надо. Старый. Вы ещё у нас хоть куда? Думаешь? Уверен на сто процентов. Ну, тогда подскажи-ка мне, Виктор, где у вас тут шампанского добавляем? Легко. И предлагаю тост. Отец его бывший спортсмен, подающий надежды. Ух ты, а в каком виде спорта? Бокс. На крутых чемпионатах медали получал. А когда настали дикие девяностые, как все спортсмены, в рэкетир подался. Не сложно докадаться, чем закончился его бизнес. Судом и сроком. А Стёпка об этом знает? Нет. Я не хочу, чтобы он об этом знал. У него и так характер хулиганистый. Я боюсь, как бы он под стопом отца не пошёл. Ну, а сейчас он где? Ну, в смысле папа. Да не знаю. Может, уже выпустили за примерное поведение. Может, ещё сидит. А мне это неинтересно. Аня, я только тебя очень прошу, не говори Стёпе. Хорошо. Конечно, конечно, не скажу. Ну что, Виктор Леонидович, значит, завтра можешь приступить к занятиям? Я готов. Отлично. Отлично. Слушай, а как Людмила Фёдоровна, как она отнеслась к тому, что ты будешь работать у нас в школе? Ну, она пока об этом не знает. Для неё это будет сюрприз. Надеюсь, приятно. Я тоже надеюсь, приятно. Ну, хорошо. Значит, по поводу расписания всяких наших там неписанных правил, всяких наших, ну, как бы, так сказать, взаимоотношений. Это всё к ней. Она тебе на правах зауча, ну, как бы, объяснить всю нашу специфику. Эх, я чувствую, что я... Ну, волнуюсь. Да брось, Виктор Леонидович, это школа, ну, просто школа, и всё тут. Пойдём, я тебя познакомлю с нашим коллективом. Мы вперёд, и с песней. Пойдём. Теперь это твоя семья. Понимаешь, хотел попрощаться по-человечески. Припёрся в этот аэропорт, как дурак. Да плюнь ты. Ну, что, кроме неё девок, что ли, больше нет? Главное, всё так у неё просто. Давай забудем друг друга, у меня начинается новая жизнь. Стоял там, как оплёванный. Брат, ну, расслабься уже. Лена сейчас летит в самолёте, кушает котлетку с горошком, а ты тут стоишь себе голову пеплом посыпаешь. Остынь, жизнь прекрасна. В каком месте? Ну, не знаю. Лебедева, например, никуда улетать не собирается. Хочешь сказать, что Лебедева лучше, чем Лерка? Ну, ты знаешь, на безрыбье таракан мясо. Тем более, что Лебедева то очень даже ничего. На самом деле, пора уж завязываться с этой Леркой. Зачем я только в аэропорт попёрся? Вот. Слышу здравые речи. Так ты не безнадёжен, брат. Слушай, а Ольга, ты правда неплохой вариант? А теперь я предлагаю тост за самых прекрасных дам нашей группы. Ура! Кристиночка, а вы почему стоите? Дамы должны сидеть. Это гусары пьют стоя. Вы такой галатный кавалер. Эх, Кристиночка, знали бы вы меня лет 20 назад. Ну, боюсь, что лет 20 назад я ещё ходила в детский садик. А я уже нет. Ну что, взбодрились? Развеселились? Ну, рядом с такими молодыми и сам становишься молодым. Я спокину ненадолго, неужели позвонить. Вы нас не бросайте, мы будем без вас скучать. Я скоро вернусь. Надеюсь. Ну вот. А вы говорили, что на вас девушки засматриваются. Да. Рано я нюню не распустил. Надо самому ковать своё счастье. Пойду-ка я сегодня к ней. К кому? К Кристине? Да нет. К своей возлюбленной. Прямо сейчас? Конечно. А что тянуть-то? Пойду, предложу ей руку и сердце. Может, не надо? Выпили. А завтра с утречка с позараночку, с чувством, с толком, с расстановочкой. Нет, нет, нет. У меня сегодня настрой такой прямо геройский. Пётр Николаевич, давайте завтра на такой праздник. Посидим, выпьем. Я вас до дома провожу. Нет, нет, нет. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Не медлит, ни секунды. Вот мой девиз. Ну, что, Зоя Семен, проводили? Да, проводила. А вы что ж, Людмила Федоровна, не пришли? Ох, ну, знаете, долгие проводы, лишние слезы. А потом я этих аэропортов не люблю, как-то волноваться начинаю. А как мой внучек не плакал? Замечательный мальчик. Проспал всю регистрацию. Да, слава богу. Да вы не волнуйтесь, Людмила Федоровна, все будет в порядке. Ну, конечно, надеюсь, надеюсь. Лера, если что, поможет Октябрине с малышом. Да, помощников там хватает. И Лера, и Артем, и Шинский. Кто, простите? Отец Октябрины, Виктор Львович. А вы знаете, никакого Шинского там не было. Как это не было? Уважаемые коллеги, разрешите вам представить нашего нового преподавателя экономической географии, Шинский. Виктор Львович, прошу любить и жаловать. Ой, Людмила Федоровна, Людмила Федоровна, что с вами, что? Воды, дайте, дайте воды. Боже мой, боже мой. Оля, можно тебя на минуту? Допустим. Я бы хотел перед тобой извиниться. Ну, в общем, я был неправ. Да? А как же Новиков? А при чем тут Новиков? Ну, если я не ошибаюсь, ты первый ее провожать? Ну, почему же сразу провожать? Может быть, она мне денег была важна. Ну, что, я прощен? Почти. Тогда до встречи. Ну что, жизнь налаживается? Да. Он сам пришел ко мне извиняться. Мне даже напрягаться не пришлось. Ну, вот отлично. Пункт примирения вычеркиваем. Видишь, как все удачно складывается. Что это со мной, а? Не волнуйтесь, Людмила Федоровна, просто вы немножко потеряли сознание. Потеряла сознание? Ну, как ее состояние? Вы знаете, пульс в норме. Да? Может, все-таки в скорую? Вы знаете, я побегу, у меня урок. Если что, сразу вызывайте врачей. Сразу. Она сегодня очень плохо себя чувствовала. Наверное, давление подскочило. Переволновалась. Дочь в Америку улетела. Внука увезла. Да, да. В нашем возрасте волноваться вредно. Зуя Семеновна, надо открыть окна. Здесь очень душно. Люсь, не, не, ну как это? Ты же мне ничего не сказал. Хотел сделать сюрприз. Ага. Тебе это удалось. А мы вас зажгались. Все готово? У нас как в аптеке. Все в срок и в полном объеме. Ну тогда присоединяйтесь к нашему столу. Лен. Ты куда? А я думала, дедушка здесь. А он приходил. Просто он уже ушел. Ладно, тогда я пойду домой. Подожди, он не домой куда-то собирался. Куда? Сам как-то не разобрал. Он говорил про какую-то свою пассию, про то, что нельзя ждать ни минуты. Похоже, он собрался делать предложение. Так она из города уехала? Да. Он мне об этом ничего не говорил. Наверное, сам не знает. Сейчас начнется горе вселенское. Ладно, пойду его вылавливать. Кристина, такое дело. В общем, я должен, извините меня, я должен товарищу помочь. Прости. Это ж надо так опозориться, а? Упасть в обморок, как кисейная барышня. Не было со мной срода такого. Людмила Федоровна, ну не берите в голову, это так несущественно. Главное, вы теперь будете вместе. Не торопитесь событий, Агнесса Юрьевна. Я еще даже к мысли какой-то привыкнуть не могу. Людмила Федоровна, единственное, что вам сейчас нужно, это привести себя в порядок. Вы же с Шинским будете видеться каждый день. Вот в таком вот, в таком виде вам в школе появляться больше нельзя. Вы что? Агнесса Юрьевна, вы что, предлагаете мне заявиться в школу? В боевой раскраске? А как я покажусь перед учениками? Они меня привратно поймут. Они подумают, что я решаюсь специально ради мужчины. Людмила Федоровна, неужели вы всерьез полагаете, что ученикам есть до нас дело? Да они заняты своими проблемами. Им не до нас. Вы уверены? Поверьте опытному педагогу. Ну ладно. Была, не была. Лен, подожди. Слушай, я тут подумал, дед в гусарском настроении был, я лучше с тобой пойду. В каком настроении? В гусарском. Шампанское так в голову бьет, только держись. Блин, так он еще и пил. Зашибись. Ты не волнуйся, я ему там особо увлекаться не давал, так что там все в пределах разумного. Виктор Михайлович, что вы меня успокаиваете? Я что, деда своего не знаю, что ли? Ты мне лучше расскажи про даму его сердца. Что там за история с несчастной и безответной любовью? Да аферистка одна в оборот его взяла. Ему голову снесло. Ему бестолку что-то объяснить. Да что ты объяснишь? Любовь дело такое. Самому себе бы объяснить. Ну ничего себе! Да. Нравится? Не то слово. Ну, я поэтому в школу и не пришел. Не мог же я себе позволить заявиться в школу с такой физиономией. У меня, как говорится, на лбу написано, что две недели провел на соленом ветру. Точно. Ты так сильно обгорел, что ли? Нет, это я обветрился. У меня, кажется, кожа нежная, как у младенца. А там крема, как ты понимаешь, никакого нет. Ну, корабль. А пока догадались, что маслом сливочным можно мазать. Слушай, зови скорее Димку. Я хочу вас сравнить. Вас теперь точно не отличить. А Димка уехал с утра. У них там, знаешь, как строго с опозданиями. Да? Угу. Жаль. Мог бы и попрощаться. Нет, ну, он тебе привет, конечно, передом. Слушай, я тебе сейчас такое расскажу. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Привет. Привет. Можно пройти? Или в этом доме к гостям не рады? Ты почему пришел? Ты же должен быть на работе. Твой муж дал мне отгул. Он сказал, что мы с тобой очень много работали, и будет справедливой, если я отдохну. Вот я и отдыхаю. Интересно. А почему ты решил здесь отдыхать? Я просто зашел тебя проведать. Как однокурсник. Ну, как приятель. А что, нельзя? Не надо было этого делать. Понятно. И что, ты мне даже чаю выпить не пригласишь? Не приглашу. Здравствуй. Аня. Ян, тебе лучше уйти. Люсьенька, я провожу тебя. Ты неважно выглядишь. Да нет, нет, мне все в порядке. Я уже гораздо лучше себя чувствую. Я все равно провожу тебя. Извини, я не спросила. Где ты сейчас живешь? Дом-то уже продан. А, я купил небольшую квартиру. Ага, неожиданно. А почему ты решил не возвращаться в Америку? А ты не догадываешься? Нет. Из-за тебя. Кристалл мы, естественно, не нашли. Зато обнаружили массу интересного. Ты представляешь, мы нашли храм, а в нем статуя. Целая статуя. Ты можешь в это поверить? Могу. Ну, особую ценность, конечно же, представлял сам сплав, из которого была сделана эта статуя. Ничто ее не взяло. Ни время, ни вода. Так что, можешь меня поздравить? Поздравляю. Да ты же еще не знаешь с чем. А, ну да. Мы прибавим к нашей цивилизации несколько десятков тысяч лет. Поздравляю. Не пара тысячелетий, а несколько десятков тысяч лет. Ты понимаешь, что это значит? Это значит, что наша цивилизация станет несколько старше. Ну да. Тебе не интересно? Нет. Почему? Интересно. Мне просто показалось, что тебя как-то не особо впечатлило вот наше открытие. Просто я еще не успела осознать всей значимости этого события. Все-таки несколько тысяч лет. Несколько десятков тысяч лет. Да, тем более десятков. Это очень сложно сразу себе представить. Ну да, я согласен. Мы тоже долгое время не могли в это поверить. Ну, а у вас тут как без меня все тихо? Ну, как сказать? Ну ладно, рассказывай. Давно меня выберли из школы. Почему вы с папой мне не верите? Меня это очень обижает. Я вам никогда не давала повода. Никогда. Мам, нам очень обидно, что этот ген постоянно к тебе клеится. Даже если это и так. Что в этом криминальном? В конце концов, влюбился в меня человек. Но я-то в него не влюблена. Ну, вот так ему и скажи. Уже говорила. Скажи еще раз, чтобы он понял. А если не можешь, то я скажу. Вот только не надо. Не надо в это вмешиваться. Мам, ну а что ты делать будешь, если он от тебя вообще не отстанет? Отстанет. Рано или поздно отстанет. Потому что я ему все время говорю о том, что у нас с ним только рабочие отношения. В крайнем случае приятельские. Да ему хоть намекай, хоть не намекай, ему все по барабану. Он ходит и ходит. Ань, ну он очень хороший человек. Да ну? Да. Ты же не знаешь, сколько он для папиного проекта сделал? Мам, ты знаешь, мне кажется, он не для папиного проекта старается, а для того, чтобы к тебе поближе быть. И не такой уж он и хороший, если вы с папой постоянно за него ругаетесь. Так, все, Ань, хватит. Закончим этот разговор. Давай закончим, ты сама его начала. Потому что я нормальный человек. Ну есть у меня однокурсник. Это что, преступление? А вы с папой хотите, чтобы я закрыла себя в доме в четырех стенах и ни с кем не общалась? Да что это за домострой в конце концов? Вот ты представь, выйдешь ты замуж, вот, например, с этим твоим, как его, Белутой. Вот и что тогда? Ничего. А может, я за Белуту замуж уйду? Представляешь, Димка настоящий подвиг совершил. Прямо здесь? Он спас Наташу Липатову и ее маму. Бандиты захватили ее в заложники. А он истепнул. Пробрались на заброшенный завод и освободили их. Прямо с супермена. Не говори. Один из бандитов даже ранил Димку в ногу из пистолета. А почему они в милицию не обратились? Ну, папа Леры Новиковой был в курсе. Но они решили действовать самостоятельно. Вот. И ты ими восхищаешься? Они могли и сами погибнуть, и Наташу с мамой подставить. Да они герои. А еще Димка выиграл хрустального пеликана на конкурсе. Да ты что? Да. Так что поздравляю, ты теперь у нас лучший учитель года. Ой, он такой актер оказался. Жюри просто ахнуло. А ученики его слушали с открытыми ртами. Молодец. Из любой ситуации выход моментально находил. Так что в школе никто даже и не заметил, что тебя не было. было забавно. Дед, ну зачем ты так? Ты же знаешь, что тебе нельзя с твоим сердцем. Ну и пусть. Зачем вы меня увели? Я должен был ее дождаться, Любочку. Она бы вернулась, а я, как верный рыцарь, жду ее под дверью. Да не вернулась бы она. Я вам не верю. Вы меня обманываете. Вы нарочно говорите, что она уехала, чтобы привезти меня домой. Только я все равно вернусь и буду ждать ее. Слышите? Долго придется ждать, она уже все вещи собрала. Ой, это я, это я виноват. Она такая благородная, ей даже моя жилплощадь не нужна. Дед, да послушай! Ты все время говоришь про нее всякие гадости, а она просто разочаровалась во мне и исчезла. И потом, если бы ей была нужна квартира, разве бы она уехала? Петр Николаевич, давайте мы вас лучше спать уложим. Нет, я снова вернусь назад, подведите меня. Дед, да это глупо. Ну и пусть глупо. Как верный пес ждет своего хозяина всю жизнь до смерти, так и я буду сидеть под дверью и ждать. Я все равно уйду, вы меня не удержите. Петр Николаевич, да никто вас не держит. Просто от вашего геройского подвига сегодня никакого толку нет. И потом, Петр Николаевич, в таком виде перед любимой женщиной нехорошо. А ведь ты прав, Витенька. Вот, давайте мы у вас спать положим, вы проспитесь хорошенько, то есть выспитесь, а мы позвоним соседям, и когда она объявится, они нас предупредят. Правда, они позвонят? Ну, конечно, я договорюсь. Да? Вот, хорошо. А сейчас спать. Ну, Мне, наверное, пора. Как? А ты разве не останешься? Мы ведь так долго не виделись. Игорюш, ты только не обижайся. Я как-то отвыкла от тебя. А, понимаю. Ну, мне просто нужно время, чтобы все вернулось на круги свои. Понимаешь? как скажешь. Тогда до завтра. А, до завтра. не ничего. Вот. Сейчас сюда приляжем и пару часиков поспим. Да не могу я спать. Вдруг она позвонит. А вот когда она позвонит, тогда мы вас разбудим и вы поговорите. Хорошо? А сейчас спать. Кажется, заснул. Пойдем на кухню поговорим. Лена, Лена, Лена. Что? Люблю я тебя по-прежнему. Вот что. Я тебя по-прежнему. Я тебя по-прежнему. Тогда вы классно шифруйтесь. Ну, с этой на площадке. Реально играете? Кристина? Что? Она славная девушка. Она не лежит к сердцу. Я честно пытался тебя забыть. Ни черта не выходит. Как-то это неблагородно по отношению к ней. Получается, что вы ее использовали? Я ей все объясню. Не надо. Лучше оставайтесь со своей славной девушкой. И нам все равно с вами ничего не светит. Ну почему? Мне так кажется. Понятно. Это из-за гуцло, да? У вас с ним все серьезно? У нас с ним ничего нет. И это ни на что не влияет. А что влияет? Ваши поцелуи с Кристиной влияют. Только не надо сейчас оправдываться. Я терпеть ненавижу, когда мне врут. Ясно. Заходить так к вам можно? Или ты меня после этого разговора на порог не пустишь? Заходите мне, ты что? А деду приятно будет. Ну спасибо и на этом. Делай за меня все, что хочется И не думай, что когда-нибудь кончится Все, что про любовь, это вечное Неизменно и никем не замечено Где есть радуга, не разгаданная Мы бежим туда, значит, надо нам А нагляда, что мы еще не знаем Ведь мы с тобою чемпионы любви И мы с тобою в этом мире одни Далеко, далеко от любви Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!